Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. До Нового года остается уже совсем-совсем чуть-чуть, буквально несколько дней, и сегодня я хочу показать вам так называемый вариант декора в последнюю минуту. Я покажу, как сделала три разных композиции из природных материалов для украшения нашей кухни. Смотрим! Первым я сделаю новогодний венок, точнее настенный декор. Игорь не любит настоящие венки, так что я всегда стараюсь сделать что-нибудь такое, чтобы было как венок, но по форме, чтобы был не как венок. И в этот раз буду делать звездочку. Сначала нарезаю сухие палочки примерно одной длины. У меня около 20 сантиметров. Их понадобится 10 штук. Дальше выкладываю палочки на столе в форме звезды, но не встык, а с нахлёстом, так конструкция получится более прочной. Проверяйте, насколько симметрично получилось с разных сторон. Я не доглядела, у меня все-таки не со всех сторон звезда одинаковая, хотя для декора из природных материалов это не так уж критично. После этого нарезаю ветки поменьше, на такой же длины отрезки. Понадобится еще 10 таких палочек. И дополнительно режу кусочки поменьше. Ими я буду укреплять конструкцию, укладывая поперек основных палочек. После этого всю конструкцию можно склеивать. Я проклеиваю все места соединения палочек горячим клеем. Сначала подклеиваю продольные, а потом дополнительно сверху приклеиваю поперечины, стараясь располагать их в разных местах звезды и под разными углами. Так смотрится более живописно. Основа конструкции готова и теперь можно ее украсить. Сначала я подклеиваю на звезду сосновые шишки. Дальше дополняю ее искусственными ягодками. У меня эти ягодки из декоративных веток, которые каждый год продаются в фикс-прайсе. Я подобрала сюда ягодки помельче и покрупнее. Продаются подобные ягодки и отдельно. Например, покупала такие ягодки на Алиэкспресс. Ну и наконец, чтобы оживить композицию, добавляю зелень. У меня маленькие искусственные хвойные веточки. Эти я тоже покупала на Алиэкспресс. Оставлю для желающих ссылочку, если они еще продаются. Можно взять хвойные веточки и из тех же композиций из фикс-прайса. Здесь я не усердствовала. Мне хотелось, чтобы осталась хорошо видна основа из перекрещивающихся палочек. В самом конце добавляю немножко искусственных зеленых листочков. Они напоминают брусничные листья, хотя довольно светлые. И в самом конце добавляю снега. Губкой прохожусь по всей звезде белой краской. Я старалась не сильно трогать ягоды. Они на выбеленном фоне получаются особенно нарядными. Ну, а тронутые белой краской шишки и ветки кажутся покрытыми инием. Такая звезда хорошо будет смотреться на двери, на стене. Можно повесить ее и на окно. Благодаря ажурной конструкции она хороша и на просвет. Делается буквально за 15 минут, но смотрится очень симпатично. Кстати, также можно сделать и традиционный круглый венок при желании, если склеить также маленькие кусочки палочек по периметру. Следующая композиция настольная. Для нее я взяла пробковую подставку под горячее, а для основы композиции вырезаю из картона круг диаметром чуть меньше основы. Подставку хочу потом снова использовать по основному назначению. В центр я поставлю стаканчик и поднимаю тоже вырезаю отверстие в картоне, чтобы видеть куда клеить. Дальше заклеиваю картон разнообразными природными материалами. В ход сначала пошли грецкие орехи. Затем шишки. Их я буду клеить попками вверх, поэтому верхнюю часть шишки я обкусываю кусачками, чтобы получить более или менее плоское основание. С изнанки такая обрезанная шишка похожа на розочку. Очень красиво и необычно смотрится. Несколько шишек поменьше добавляю в нормальном, так сказать, положении. Дальше в ход у меня пошли каштаны. Я собирала их пару лет назад для поделок, просушила и они у меня долго-долго лежали. Вот дождались своего часа. Можно добавлять сюда в принципе абсолютно любые желуди, шишки, орехи какие найдете. Очень красиво и фундук добавить, например. Я потом еще подклеила сюда желудевые шапочки. Сейчас, кстати, много продается наборчиков с природными материалами в рукодельных магазинах, например, в Леонардо. Есть достаточно необычные, а есть и простые сосновые шишки. Оставлю в описании ссылки на то, что найду. Хотя, конечно, приятнее использовать то, что собрано своими руками. После этого черед хвойных веточек. Я использовала здесь веточки двух видов. Одни у меня очень крупные и лохматые. Я их порезала на кусочки, но они какие-то даже тропические получились в таком виде. И те же веточки использовала, что уже брала для звезды. Эти веточки я тоже порезала на небольшие кусочки. Подсвечник небольшой, а нужно было заполнить все просветы между шишками и орехами. Я старалась, чтобы картона нигде не было видно. Дальше опять беру искусственные ягоды из фикс-прайсовских веток. Сначала подклеиваю те, что покрупнее, более или менее равномерно в промежутке между остальными материалами. А ветку с маленькими ягодами я порезала на небольшие кусочки и добавила в оставшиеся промежутки. Последний штрих снова немного псевдо-брусничных листочков. И, как и в первом случае, прохожусь губкой белой краской по всем орехам и веточкам, стараясь поменьше трогать ягоды. Получилась очень милая небольшая композиция. Она подойдет даже для небольшого новогоднего стола и при этом смотрится очень атмосферно. А делается, опять же, ну очень быстро и просто. Сюда, кстати, можно еще добавлять пробки от шампанского, клубочки сизалек, кусочки коры. В общем, все, что найдется у вас в рукодельных запасах. Дальше я решила сделать небольшую настольную елочку. Для елочки понадобится основа конус. Можно купить готовый из пенопласта. Можно скрутить его из картона. Ну, а я решила использовать елочку от одного из моих старых мастер-классов. Там я основу делала сама из полистирола. Склеивала несколько кружков пирамидкой. Оставлю ссылку на то видео, если интересно, посмотрите. Обдираю сосновой фетровые листочки и подкрашиваю в темно-коричневый цвет, чтобы основа не просвечивала потом. Я елочку приклеила на спил дерева, который раньше служил подставкой, но можно оставить ее и без ствола, как вам больше нравится. Дальше я наделала из шишек розочки, так же, как для подсвечника, откусив верхнюю часть. Тут у меня частично собранные на даче шишки, частично с веток из фикс прайса. Они, видимо, покрыты лаком, потому что те шишки коричневые, а не серые, как свои. Еще одна шишка у меня не помню чья. Она тоже похожа на розочку. Эти розочки из шишек приклеиваю на конус в хаотичном порядке. Я только старалась шишки покрупнее приклеить на нижнюю часть конуса, а маленькие шишки клеила повыше. Одну шишку приклеиваю на макушку. Она у меня тоже с какой-то готовой ветки, поэтому уже покрыта белой краской. Если у вас готовый конус, кстати, макушку удобнее заранее срезать, чтобы шишка туда хорошо встала. Дальше снова добавляю грецких орехов и остатки каштанов. Они, кстати, отлично смотрятся в таких композициях. Будущую осенью насушу еще. Они хоть немножко и сморщиваются, но все равно очень декоративные. А проблемы набрать их никакой. У нас каштан растет во дворе дома. Дальше дополняю елку штучками поменьше. Маленькими шишками, желдевыми шапочками, какими-то неведомыми орехами с Алиэкспресс. В общем, всем, что у меня нашлось. Я даже добавила сюда несколько кусочков коры. Теперь зелень. Приклеиваю хвойные веточки. У меня их уже не так много осталось. Я старалась заполнить все пустые промежутки. Красиво сюда будет добавить еще искусственную сосну, если будете делать елочку покрупнее. И, наконец, снова ягодки. Тут я тоже использовала ягодки нескольких размеров. Очень пригодился искусственный боярышник, который я купила в фикс-прайсе этой осени. Дополняю елочку уже традиционно псевдо-брусничными листочками. Кстати, кажется, это был искусственный самшит изначально. И, наконец, белая краска, чтобы сделать елочку покрытой инием. Материалы для изготовления такой елочки, опять же, можно брать очень разные от маленьких псевдо-подарков и небольших елочных шаров, и дохлопковых коробочек, и сушеных кружочков апельсина. Ну, я думаю, вы множество подобных елочек видели и в Pinterest, и в Instagram, и на YouTube. Мне кажется, это неплохой вариант, если по каким-то причинам вы не ставите большую елку, а новогоднее настроение создать хочется. Секрет тут в как можно большем разнообразии, используемых для обклейки природных материалов. Когда на елочке очень-очень много всего, ее хочется разглядывать, и смотрится она более интересно. Ну что же, я надеюсь, что вам понравилось мое сегодняшнее видео, последнее в уходящем новогоднем сезоне. С января, конечно же, займемся уже более полезными проектами, я надеюсь. Поздравляю всех вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Желаю вам много-много творческой энергии, делать мир красивее вокруг вас. Будьте счастливы, любимы и творите и вытворяйте. Ну, а на сегодня все. Всем пока!